Доброго дня! Я из Украины и я рада вас видать на своем канале. Ну что, девчата, хочу вам отчитаться. Знаю, что ждете, знаю, что переживаете. Я вам дуже и дуже за це вдячна. Значит, ну, во-первых, для мамы. Хоть мы и созваниваемся. Мама, я одета тепло. Вы знаете, кто смотрит это видео, возможно, впервые. Я стройнеющий блогер. На своем канале я постройнела пока еще только на 50. 50, девочки, сколько там уже у нас, господи, 80, сколько было, 83 с копейками, ну, хай 84. Короче, девочки, ну, уже больше, чем на 50 килограмм, это уже радует. Но не об этом, сегодня не об этом. Значит, ну, для мамы. Мама, горлышко закрыто, закрыто горлышко. Вы видите, я уже немножечко ожила. Есть дела, которые никто не отменял и которые, ну, скажем так, не терпят отлагательств. Поэтому я сейчас за рулем, поэтому надо срочно ехать. Но, конечно же, если бы я лежала и не двигалась, никто бы, я бы искала людей, которые нам помогут в этом. Ну, а так, возможность есть. Значит, как мои дела? Вчера вышло видео, я вам говорила о том, что буду делать рентген, потому что прям врач очень, очень, так, знаете, отнесся к моему дыханию, скажем так, аккуратно. Да, я не помню, говорила в прошлом видео или нет. Делали она анализ. Боже, девочки, забыла. Крутится в голове на С. Вы должны знать, кто ковидом переболел. Ну, на С, господи, С, на С, 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 как-то так. Ну, в общем, кислород в крови определяют. И у меня, у мужа 98, а у другого 99. Вот как-то так, 98, 99. То есть, слава Богу, все хорошо. В этом направлении хотя бы вот исключаем все вот эти не очень хорошие. Сейчас, девочки, одну секунду. Так, поехали. Да, потому что я же водитель, должна тоже немножечко и контролировать. Я остановилась специально, чтобы с вами поговорить. Значит, 99 и 98. Это кислорода в крови. То есть, это нормальный показатель, все отлично. Если брать это заболевание, что связано с этой модной болезнью. Значит, я делала вчера рентген. Когда я записывала вчера видео, я просто еще не знала результата, да. И было подозрение. Значит, результат уже пришел. Знаете, можно говорить, слава Богу, нет воспаления легких. Но есть, конечно, острый бронхит. Поэтому никто не отменял. Скажу честно, собирала сегодня на работу. Естественно, ты рюлей получила и от мамы, и от мужа. У меня, в принципе, всю мою вот эту трудовую деятельность предпринимателя. Предприниматели частные меня поймут, что от тебя зависит твой же доход. Чем хорошо быть частным предпринимателем, ты сам себе режиссер. У тебя у самого рабочий день ты можешь сам себе корректировать. Да, выходные, больничные. То есть, все ты это делаешь самостоятельно. Поэтому, ну, естественно, естественно, я рвалась на работу. На что я получила очень таких хороших тирюлей. Два дня уже где-то нету температуры. То, конечно же, и мама, и Ярослав сказали, какая работа. Сегодня суббота. Правда, сегодня такой, знаете, как базарный день. Но с возрастом, наверное, раньше бы поперлась, девчата, раньше бы поперлась. Сейчас с возрастом, с обстановкой ты понимаешь, что это может быть чревато. То есть, последствия перенесенных заболеваний могут дать осложнение. Поэтому включаю свою зузуленьку не только в питании, но и в обычной жизни. И действительно нужно себя просто поберечь. Поэтому на работу не пошла. У меня законно, я выболела ровно. Ну, воскресенье будет ровно неделя. То есть, это все началось с понедельника. Понедельник опять к врачу. Но я думаю, что уже остаточные явления. Да, вот бронхита, острого бронхита. Дай бог, чтобы за это время это все не перебросилось все-таки на пневмонию. Но, девочки, я себя берегу. Тепло оделось. Хоть надо было выскочить по делам, но тепло все оделось. Я ненадолго, сразу же говорю, не ругайтесь. Я ненадолго, я просто выскочила. Ну, не терпит, скажем так, отлагательства. Все то, что я сейчас делаю. Вот. У мужа, ну, немножечко состояние. Там у него же вы, я вам говорила о том, что ковид подтвержденный. У меня был не подтвержденный, у него подтвержденный. У него немножечко, вот само состояние, да, слабость, вялость. Это все присутствует. Вот вчера была тошнота, он вообще ничего не мог есть. Я вчера немножко лучше начала, ну, скажем так, аппетит какой-то появился. У него вчера вообще купила, тоже бегала за лекарством, какие-то там подкупала. Купила против, ну, против тошноты какой-то девочки забыла. Опять вот у меня с этими названиями, честно, мне когда надо что-то записывать, если я хочу сказать название, нужно писать на бумажке, потому что, ну, не запоминаю. Ну, вот такая вот я, да. Значит, такая гелеобразная форма препарата. Выпила сейчас, он так хорошо позавтракал, был уже завтрак. Ну, то есть, чувство тошноты прошло. Обязательно постараюсь посмотреть. Если вам интересно, что это за чудо-средство такое, обязательно с вами поделюсь. И обязательно себе выпишу, чтобы на будущее знать. Значит, ну, уже лучше. Уже лучше не так, как было, что мы оба пластом лежали, вообще слабость такая, вообще состояние, не стояние. Поэтому я хочу, если проанализировать свое состояние в течение, ну, грубо говоря, шести дней, то сейчас я уже фактически огурец, если бы не кашель. По поводу кашля. Я вам очень благодарна, столько рекомендаций вы мне дали, спасибо большое. Но я начала делать ингаляции. Вот такая классная вещь. Решила вам все-таки и показать еще, как он выглядит. Вот такой он. Значит, препарат, который я внутрь добавляю, это Декасан. Вот такие они продаются, есть в бутылках. Бутылка 150 или 170 гривен, 100 миллилитров. А вот такой 2 миллилитра стоит, по-моему, 17 или 15 или 17 гривен у нас. Я взяла 5 ампул, 4, ну, 5 использовала. В общем, одну в день использую. Ее рекомендовал врач за 3-4 часа до сна. Ну, сейчас по времени 16-20, то я вот как раз и сделала, чтобы, ну, не за 23 часа до сна, а чуть больше, да, чтобы вот этот кашля этого не было. Состоит вообще из 3-х частей. Вот такой. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот он снимается. Здесь идет такая мисочка. Ну, короче, 4 части. Раз, два, три, четыре. Да, вот сюда все это наливается, это одевается. Это для носопырки, для рта. И все. Вот такая вот хорошая. И препарат вот такой вот. Я считаю, что ингаляция в том числе мне тоже помогла, потому что сегодня я ночь фактически спала без тревог, скажем так, сна своей половинки и своих собственных. Ну, короче, девочки, я сегодня спала хорошо. Может, только раз или два за ночь, что я так прокашлялась, прям так, дядька здоровый. А так, в принципе, никому не мешало ни себе, ни окружающим вокруг спать. Значит, думаю, что все-таки бронха, ой, пульмабриз, думаю, все-таки, потому что врач заменил, оскорил на пульмабриз, это дало свою реакцию. Хотя, вот вчера с мамой разговаривали по поводу пульмабриза. Она говорит, ты купила в таблетках или в порошке? Я купила в таблетках. Он дешевле, чем порошок, но здесь не было в приоритете, что дешевле, да, потому что я у врача спросила, говорю, ну, есть пакетированный, есть. Она говорит, нет, возьмите лучше в таблетках. Мама говорила, что подруга у нее тоже болела, и в таблетках ей не помогло, а помогло только порошки, ну, как в порошке этот пульмабриз. Я не знаю, возможно, это пульмабриз, возможно, это ингаляция. Очень благодарна вам за рекомендации, которые вы мне давали. Девчонки, спасибо большое. Вот черную редьку мне Танюшка, зрительница моя из Николаева, посоветовала. Я и Антона, ну, сына своего, когда был маленький, я всегда делала редьку. Туда мед, вот эта водичка, не водичка, а жидкость течет. И, собственно, эту жидкость для того, чтобы пить его. Пробежалась, вот где была сейчас в доступе, нигде нету редьки, но, девочки, у меня есть козий жир. Это тоже такой очень какао-масло, я вам говорила, и козий жир. Я могу его пить, это для меня не проблема, хотя козье молоко, и, ну, козы на мясо, все, что с козами связано, я этого не могу. А вот козий жир, пожалуйста, поэтому есть козий жир. Вот он у меня такой. Это когда-то знакомая, я беру козье молоко, и она там резала козочек, и вот когда-то я у нее купила. Нет, он у меня в холодильнике стоит, я тоже беру немножечко, разогреваю и выпиваю вечером. Вот сейчас подогрела себе чайок. Чайок уже делаю вот этот, который с молоком, я вам говорила, покупала. В, как, ну, господи, в АТБ, сейчас я кусочек, кусочек отломала. Вот небольшой кусочек, буквально, какао-масло. Вот сюда в чай добавляю какао-масло, а на ночь выпью козий жир. Потому что, ну, он не настолько прям приятный, ну, а какао-масло более приятное. Малинку пока не делаю себе, утром делала малину, сейчас вот днем... Ой, кто-то мне позвонил, отвлеклась, чай остыл. Надо же такой тепленький, потом сейчас буду пить. Вместо малины добавлю еще вот немножечко облепихи. Я такими кубиками заморозила ее, просто перебила, заморозила и добавляю в чайок. Жир буду еще таким образом при бронхитах, очень хорошо помогает, потому что жир этот оволакивает, и это очень и очень неплохо. Значит, что с похудением? Ну, с похудением мы с вами узнаем, что в среду. Сейчас, вот вчера я, кстати, общалась со Светланой Никитичук, мой диетолог. Я вам рассказывала, что я сейчас иду, продолжаю, точнее, свой путь. Иду к своим целям вместе с диетологом. Хотя сама сбросила 50 килограммов, но в какой-то период я поняла, что мне это нужно. Я об этом уже много раз говорила. Это не, скажем так, не призыв к тому, что каждая из вас должна стройнить только с диетологом. Нет, ни в коем случае, потому что каждая из нас это может сделать самостоятельно. И уже каждому из нас выбирать себе, скажем так, помощника, ведущую руку, которая тебе поможет. Так вот, вчера со Светланой, знаете, вот я кратенько хочу поделиться тем, что со Светланой вчера обсуждала вот этот момент питания, да, то есть при болезни. Вот при болезни, как вот вы мне многие писали, там и про жиры у тебя мало, жиров надо больше, и надо больше жирной пищи есть, ну и все такое, да. Ну и как бы тоже параллельно ты понимаешь, что, ну ты же стройнеешь, да, то есть всего должно быть в норме, всего должно быть рационально сбалансировано. Но, возможно, при болезни где-то на что-то нужно сделать акцент. Так вот, о чем мы разговаривали со Светланой, я говорю, Свет, ты знаешь, мне почему-то вот кажется, что вот эти пару дней я ем, ну вот фактически один раз в день, да. Да, и, возможно, это тот же протокол питания интервального, интервальное голодание, интервальное питание, но только есть такой 23 на 1, да, то есть один прием пищи, а остальное время голод, то есть и такой протокол тоже есть. Ну это крайне такой жесткий, и фактически я на нем сейчас вот пару дней нахожусь на этом протоколе. На что Света говорит, Лен, вот именно во время болезни нужно отталкиваться от голода, да. Я вам говорила, что есть не хочется от слова совсем, но и тем не менее кормить организм нужно. И если мне комфортно, если я сейчас, ну себя хорошо чувствую, да, на таком, что я один раз поела, вы видели там мои тарелочки, и все окей, отталкиваясь от чувства голода. Да, еще дала рекомендации по поводу витаминов, ну в принципе те же витамины я и принимаю. И еще одна добавка Света порекомендовала именно при ковиде, девочки, напишите мне потом, если вам интересно, какая это добавка, но ее по аптекам она говорит нету. Я, ну просто это у меня в телефоне записано, простите, в телефоне записано, поэтому я сейчас не смогу вам сказать, чтобы не обмануть. Но если вам интересно, если кто-то сейчас в этой ситуации, я могу вам с вами поделиться, да. Только напишите комментарий, Лен, какую добавку рекомендовали, напишите так, я просто скопирую и название там. И вам, и вы сами почитайте, посмотрите, надо ли это вам. Ну, я пока ее не искала, потому что, ну как бы состояние, я вижу, все хорошее, да, у меня пока по витаминам, по вот эти витамин С, витамин Д, К, этот цинк, то есть, ну все это идет в комплексе. Ну вот диетолог еще порекомендовала эту добавку добавить. Пока просто, девочки, все это вечером буквально, это переписка, поэтому я еще просто не рылась, скажем так, не смотрела. Ну, Света говорит, в интернете, в магазине, ну то есть, это интернетная покупка будет, я так поняла, в аптеке нету, вот. Поэтому, если интересно, пишите. Значит, я хочу вас поблагодарить за рекомендации фильмом. Несколько фильмов пересмотрела, но это было, скажем так, в начале, как я трошечки себя стала плохо чувствовать, да, когда, ну, ничего не хочется, вот, ну, что-нибудь посмотреть. Пересмотрела Кайдашева семья, дуже вдячна, мне дуже сподобалось. Потом чужестранка начала смотреть, ну вот буквально пару дней, как я себя чуть лучше стала чувствовать, и вы знаете, мне почему-то, я, наверное, тот человек, который не может, знаете, ну вот ты болеешь, болей, пользуйся, скажем так, такой возможностью ничего не делания, не могу, не могу ничего не делания. Вчера купила тримпеля, там надо кое-какие вещи поразвешивать, то есть, уже, знаете, работу, дурны себе работу знать, да, я к ней пришла зараблять гроши, значит, шось буду рабыть дома. Но пока, пока они эти тримпеля висят, еще ничего не делала, потому что вчера, знаете, что села, решила наверстать все-таки, кто еще не знает, я же, не только я, я знаю, что и некоторые мои зрители стали студентами курса нутрициологики у Светланы Никитчук. И я некоторые уроки, лекции пропустила, ну, не пропустила, а просто не слушала, потому что то болела, то это, ну, в общем, и решила наверстать, скажем так, уже, и сегодня там уже новая лекция вышла, буду смотреть. Так вот, я вчера прям села законспектировала, потому что я прекрасно понимаю, вот знаете, девчата, так интересно, когда ты этот курс, минус 50 килограммов, скажем так, прошел, и когда тебе уже рассказывает специалист о том, как проходят процессы, да, то есть ты уже понимаешь, что происходит в твоем организме, если раньше мы там с вами, чтобы не приходил дядя Жора, надо что, надо, вот я ем каши, да, потому что каши, вот, и вот потому что в этом моменте я вам могла просто не донести, скажем так, как ту информацию, которая бы отложилась, и вы уже не делали бы этого, да, то есть вы бы уже сделали так, как, ну, рекомендует кто-то, да, и и не хотелось бы сладкого, например. Поэтому сейчас идет лекция, конспектирую, в памяти откладываю, и уже с понедельника, если вы захотите, буду с вами делиться теми знаниями, которые есть у меня, и они уже, скажем так, основаны и основаны на том, как состоит организм, да, и ты уже понимаешь, какие процессы происходят, и почему так происходит, и что надо с этим делать, вот настолько это интересно, когда ты этот процесс уже прошел, на себе его проверил, да, вот сброс 50 килограммов, хотя каждый из вас, кто сбросил какое-то определенное количество килограммов, тоже этот путь прошли. Это очень и очень интересно, и я думаю, что, если вы захотите, буду, конечно же, с вами делиться, и мы больше с вами будем узнавать свой организм, и тогда будет понимание того, что ты делаешь. Смотрю за эти дни, вот немножечко у меня как осунулось лицо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, это тот случай, когда я действительно прошу, напишите, да, там Лена, потекло лицо, вот мне кажется, как-то лицо немножечко упало. Но я думаю, что это в связи с болезнью, вот немножечко сейчас восстановлюсь, и вот это все, во-первых, не делала все эти дни зарядку, я рассказывала вам каждый вечер, я стараюсь делать зарядочку, не зарядку, а массаж, то есть, ну, такими движениями я вам об этом показывала, рассказывала уже неоднократно, ни масок, никаких, ничего не делала, и мне кажется, вот и вот те 3 килограмма, и, возможно, еще будет минус в среду, ну, не знаю, не уверена. И вот видите, как он это дает свои, скажем так, не очень хорошие результаты и отражаются на лице. Вот напишите, или мне, может быть, просто кажется. Напишите, пожалуйста. Так, ну что, мои хорошие, я думаю, что в воскресенье все-таки эфир будет, потому что, ну, как бы, вроде бы себя чувствую чуть поярче, поэтому, скорее всего, в воскресенье мы с вами встретимся. Все будет повстоятельством. Я вам всем бажаю мирного неба, мои любые украинцы, бережите себя, мирного, тихого вам дня, а всем людям на земле я бажаю мирного неба, и я вас люблю, целую и цяную. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok